Здравствуйте! Новости на просвещении. Это наше время. Ближайшие 10 минут я, Ирина Федорова и мои коллеги по проекту Высшая школа России о самом важном и интересном из мира образования и науки. Итак, в российские вузы вернут военную кафедру. В ежегодном обращении к Федеральному собранию президент Российской Федерации Владимир Путин уделил большое внимание вооруженным силам, в особенности восстановлению вузов подготовки квалифицированных кадров с военно-учетной специальностью. Фактически речь идет о воссоздании системы военных кафедр. О том, какие шаги уже предпринимаются в этом направлении, в материале Ксении Малеженковой. Военные кафедры в российских вузах начали создаваться в 1920-х годах. После распада Советского Союза их количество сначала сильно сократилось, а затем, в рамках реформы вооруженных сил Анатолия Сердюкова, они были окончательно упразднены. Инициатива президента воссоздать прежнюю систему военных кафедр встретила большое одобрение ректоров ведущих вузов страны. Надо максимально синхронизировать направление по специальностям, по которым проходят обучение в вузах, с той военно-учетной специальностью, которая им, студентам, будет предложена. Сказал Садовничий на заседании коллегии Минобороны Российской Федерации. Идею возрождения военных кафедр поддерживают и студенты. Они хотят иметь возможность получить военное образование вместе с учебой. И в дальнейшем они не будут признаны в ряды вооруженных сил нести срочную службу. Они получат военное образование, военное воспитание. Ведь многие хотят действительно получить эти навыки, но они прекрасно понимают, что после окончания обучения они хотят строить свою карьерную жизнь. Многие из них уже имеют детей, им надо семью кормить. И они идут на определенное противозаконное действие с тем, чтобы оклониться от службы в армии. Это определенная возможность для тех молодых людей, которые смогут выдержать конкурс, смогут еще отучиться, смогут сдать экзамены, получить военные звания. Но уже не офицера запаса, а сержанта запаса. Еще одним весомым аргументом в пользу воссоздания военных кафедр является то, что сейчас призывники не успевают полностью освоить свои специальности. Срок срочной службы сократился до одного года, и этого времени часто недостаточно для полноценного обучения специалиста. Ведь уровень сложности военной техники и вооружения все время повышается. Поэтому тема возвращения военных кафедр в наступившем году становится все более обсуждаемой. Ксения Малеженкова, Илья Титов, телеканал «Просвещение». Министерство образования и науки Российской Федерации готовит реформу системы среднего профессионального образования. Сейчас намечено три направления реформирования. Во-первых, доля практической части профобразования будет увеличена до 80%. Во-вторых, в образование планируется максимально включить бизнес на принципах государственно-частного партнерства. В-третьих, это организация стажировок для учащихся и преподавателей в Германии, Франции, Финляндии и Швейцарии. На поставленные задачи из бюджета будет выделено порядка 75 миллионов рублей. Кстати, у подобной системы образования есть свое определение – дуальное. Это когда образование молодых людей по профессии происходит в двух учебных заведениях. С одной стороны, это профессиональная школа, с другой – обучающие предприятия. Оба учреждения являются по отношению друг к другу независимыми партнерами. Такая система практикуется в Германии, Австрии и Швейцарии. Вопросы настолько актуальны, что 30 января на пресс-конференции в РИА Новости расскажут о начале подобного эксперимента и в России. Интернет в российских школах не соответствует критериям безопасности. Факты были выявлены в ходе проверки Генпрокуратуры. Теперь Министерство образования и науки готовит методические рекомендации по защите школьников от вредоносной информации в интернете для регионов страны. Так школы и местные власти смогут предъявлять перечисленные требования к оператору, предоставляющему доступ в интернет. Новости проекта медиакарта Высшей школы России. В Южно-Уральском государственном университете определили победителей 21-го Челябинского молодежного интеллектуального форума «Шаг в будущее». Это российская научно-социальная программа для молодежи и школьников. Ежегодно в ней принимают участие множество юных талантов. В 21-м форуме «Шаг в будущее» выступили более 7 тысяч человек. Ребята, которые выходили на сцену, это самые сильные не только в области и в России. Уже проверено. И те два человека, которые едут защищать честь Челябинской области, это 5-й, 8-й один человек и 9-й, 11-й один человек. Они, как правило, в тройке самых сильнейших. Лучшие дипломанты поедут защищать честь города Челябинской области на Балтийском научно-инженерном конкурсе в Санкт-Петербурге и Всероссийском форуме научной молодежи в Москве. А вот в чемпионате по созданию компьютерных игр Global Game Jam челябинцы принимают участие впервые. Как создать уникальный виртуальный мир, придумать сюжет и героев всего за 48 часов, расскажут наши коллеги. Во время интеллектуального соревнования командам помогали профессиональные программисты, веб-дизайнеры и художники. За три конкурсных дня участники могли покидать компьютерные классы, однако обязаны были работать только в них. Цель проведения Global Game Jam, естественно, познакомить студентов и всех интересующихся с процессом разработки компьютерных игр, показать, что разработать компьютерную игру не так уж тяжело. И если у вас есть желание и есть единомышленники, то вы с легкостью можете достичь желаемых результатов. Евгений Муралев увлекается созданием игр более пяти лет и уже работает программистом в компании по разработке компьютерных продуктов. Молодой человек участвует в чемпионате вместе со своими друзьями. Мы уже набросали пару идей, но еще ни одна не является окончательной. Еще потратим какое-то время на утверждение окончательной идеи и потом уже начнем ее реализовывать. Поставить себе челлендж, его добиться. Да и просто интересно сделать игру за 48 часов, поэтому это ставит определенные ограничения и что в итоге получится. По словам организаторов конкурса, всего было создано 11 игр, из которых выбрали 5 лучших в разных номинациях. Все игры находятся в свободном доступе на сайте организации. Продолжим новости регионов в дайджесте медиакарты. Томский университет систем управления радиоэлектроники удостоен премии «Инфофорум новое поколение» в номинации «Образовательный центр года». Эта премия вузу вручается уже во второй раз. Считается, что сибирский вуз – один из лучших в стране, готовящий высокопрофессиональных специалистов по информационной безопасности. Объединение «Русская школа Эстонии» направило обращение в ректорат ведущих эстонских вузов. Активисты выступают за то, чтобы вузы Эстонии предоставили возможность сдавать экзамены на русском языке. По их мнению, это будет способствовать прекращению политизированности вопросов, касающихся сферы образования и русской общины в этой стране. Дело в том, что советы некоторых факультетов уже вынесли решение, разрешающее абитуриентам сдавать экзамены на русском языке. В медицинском центре Дальневосточного федерального университета на острове Русский открылась необычная выставка. Сакральная пашня приморского художника Сергея Хода стала частью арт-терапии для пациентов клиники. Теперь это изобразительное искусство. В декабре арт-терапия была музыкальной. По словам главврача медцентра Ольги Пак, в борьбе организма с недугом очень важен моральный настрой человека на выздоровление. А в Северо-Восточном федеральном университете открыли научный кружок «Основы правильной охоты и современное состояние охотничьего дела». Один из руководителей кружка Румушницкий говорит, что наука не терпит пустоты, а специальные научные исследования в этой области не проводятся. Поэтому решили создать специальный кружок. Руководители объединения уже инициировали добровольные дружины по борьбе с нарушителями охотничьего законодательства в регионе. Новости культурной столицы, как обычно, представят коллеги из М-блока «Слово Санкт-Петербургу». В истории этого памятного дня заложено много интересных фактов, о которых не расскажешь за две минуты. Об одном из таких фактов Анна Балахонцева в следующем сюжете. В день снятия блокады Ленинграда памятные акции проходят не только в центре. В Приморском доме молодежи решили организовать довольно интересный формат митинга – «Живую стену памяти». Тут как тут оказались ребята из газеты «Вольтер» с фотопроектом о ветеранах «Непокоренные». Небольшой масштаб акций не мешал митингующим обращать на себя внимание прохожих. В праздничный день в честь имени десятилетия освобождения Ленинграда от блокады фашистскими захватчиками на Балтийском вокзале появился необычный памятник героям-защитникам города. Электричка имени курсантов Ленинградского пехотного училища имени Кирова украшена скромно, но внимание привлекает. Для любопытствующих вагонах размещены информационные стенды с исторической справкой и фотографиями. Свою первую поездку в новом обличье электричка совершила в тот же день, чтобы все желающие могли возложить цветы к памятной стеле. И на сегодня это все новости. Свежую порцию самых важных и интересных выдадим, когда наступит наше время. Не пропустите.